Фото ценою в жизнь. Увлечение селфи, создание автопортретов на мобильный телефон становится смертельной эпидемией. Все чаще люди гибнут, пытаясь получить красивый снимок. Между тем психологи заявляют, стремление делать автопортреты – повод задуматься. А в МВД России предлагают проводить уроки безопасного селфи. В Чувашии, к счастью, ни одного трагического случая нет, однако селфи наши люди тоже любят. Наш корреспондент Павел Храмкин тоже сделал пару снимков. Семен Дмитриев любит фиксировать на фото прекрасное и самого себя. Признается, днями не расстается с телефоном. Каждый новый снимок тут же загружает в соцсеть, чтобы друзья посмотрели. Селфи – это один из способов моего общения. Селфи я делаю каждый день, практически каждый час. Или когда попадется красивый объект, или что-нибудь будет интересное. Кстати, автопортретами балуются и депутаты, и некоторые республиканские чиновники. Однако простыми фото на фоне города мало кого удивишь. Рьяные поклонники селфи теперь забираются на шпиль небоскреба или спускаются в кипящее жерло вулкана, чтобы передать острые ощущения, доказать, что они круче других. Проблемы начались, как только разработчики сотовых телефонов добавили фронтальную камеру устройства, пытались добиться эффекта зеркала. Хотели как лучше, но получилось иначе. Психологи отмечают, что в современном мире многие люди стали заложниками новой опции. Селфи сегодня – это не просто мейнстрим сезона, а увлечение, которое зачастую перерастает в болезненную манию. Психологи установили, проблема появилась в связи со снижением ценности человеческих взаимоотношений. Некоторые не желают тратить свои чувства на других, при этом отчаянно нуждаются в любви. Вот и навязывают социальным сетям свой светлый образ. В социальных сетях мы видим большое количество лайков. И вот это ощущение лайков создает мнимое ощущение окружения друзей. А недостаток общения, оно будет искать выходы, будь то фотографии, будь то видеороликах, то есть это проявление личностных комплексов. Когда нет возможности получить или разместить в соцсети или получить лайки, состояние человека напоминает состояние абстиненции, то есть наркомана, не получившего дозу. Увлечение селфи становится смертельной эпидемией, отметили на видеоконференции в МВД России. В январе на Урале погибли двое молодых жителей Челябинской области. Они хотели сфотографироваться, внимание, с противопехотной гранатой РГМ. Подмосковная школьница погибла, позируя в оконном проеме перед объективом фотокамеры. В Санкт-Петербурге подросток погиб, сорвавшись с пожарной лестницей на улице пятого этажа, куда он залез, чтобы сделать фотографию с высоты. Тоже, благодаря известной случая, сотрудница одного из московских офисов выстрелила себе в голову из травматического пистолета при попытке сделать селфи. Фотографии нужно уметь делать правильно, и вопрос не только в композиции кадра. МВД России разработала памятку безопасности, как правильно делать селфи, и при этом не причинить вред своему здоровью. Эта памятка будет распространяться сотрудниками полиции в различных учебных заведениях, в школах, на различных мероприятиях. Ежедневно в сети появляются миллионы новых самострелов. Казалось бы, безобидное увлечение. Главное, не переборщить. 5, 7, а то и 10 селфи в день, по словам врачей, уже не просто фото, а целая клиническая картина. Делиться фотографиями в таком случае лучше не с друзьями в соцсети, а на всякий случай сразу с психологом. Павел Храмкин, Сергей Мышев, Вести, Чебоксара.